Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Поговорим сегодня о боксерах, о белорусском бойце. Это Кирилл Релих и еще два бойца. Это Хитров Евгений и Александр Тесленко. Об Релихе меня спрашивали уже давно, но говорить об одном бойце займет очень мало времени, поэтому я еще двух собрал украинских боксеров, о которых интересуются их болельщики, тренера. И по вашей просьбе решил сейчас сделать им кое-какие замечания и описать вкратце их стиль ведения боя. Давайте начнем, друзья! Это Кирилл Релих и Хитров. Почему я их вместе соединил? Потому что у них стиль ведения боя чем-то схож. Чем-то схож, друзья. И вот что касается Кирилла Релиха, ему нужно срочно дорабатывать его вид, его стиль ведения боя так же, как и Хитрову. Дорабатывать по той причине, что много пропускают они ударов. Это во-первых. Во-вторых, если они избрали вот этот панчерский вид ведения боя, то есть ближняя дистанция, средняя дистанция, вот этот прессинг, они должны обязательно поднять руки и не просто поднять руки, а научиться работать с поднятыми руками, с блоком, с боксерским блоком. Это, ну как вам объяснить? Ну помните, вот Головащенко, так как вы украинские болельщики, я думаю, вы помните бой Головащенко, когда он поднял руки в последнем бою, а работать с ними не умеет. Поэтому не просто поднять им нужны руки, что Кириллу Релиху, что Хитрову, но и научиться умело работать, учиться видеть через блок. То есть следить за обстановкой. Это два. В-третьих, им нужно научиться работать в клинче. Они не клинчуют, обязательно нужно клинчевать. Потому что бойцы, которые им еще попадались, они еще не только незначимые, но они еще позволяют работать, что Кириллу Релиху, что Хитрову, в удобном для них стиле. То есть вот в этом прессинге и, ну не надо, хотя и пропускают они удары, что Кирилл, что Хитрову, но они еще и сдерживают их, эти удары. Но если, допустим, им попадутся такие бойцы, как вот сейчас британцы даже поменялись, британский стиль ведения боя. Это, ну, такие, как вот Юбинг, Груз, допустим, то уже будет беда, друзья. То есть вот если Груз, он работает на дистанции, не подпускает, а если с ним сходятся, допустим, на ближнюю и среднюю, он сразу клинчует и не дает работать. Видите, что? Это британец. И другой британец, вот этот Юбинг, когда кидается в ближнюю дистанцию, клинчует и в ближней дистанции начинает наносить удары. В клинче даже одной рукой придерживаться. Вот этого всего эти бойцы не умеют. Особенно Кириллу Релиху надо меняться, потому что посмотрел последний его бой, или какой-то там, или предпоследний, где он проиграл ударом в живот, по-моему, его не нокаутировали, а как удосрочили, их там нокаутировали. Я так мельком посмотрел, мне самый главный вид был, как он работает, в какой манере. Нокаутирующий удар нужно обязательно работать. То есть, если избрали бойцы вот этот стиль ведения боя, обязательно нужен нокаутирующий удар. Потому что вот эти удары, 50-процентные, они должны чередоваться с силовыми ударами. То есть, вот он бьет, бьет, там, как-то через блок сопернику, подходит на среднюю дистанцию. И когда соперник открыт, надо сильно с ног наносить вот этот нокаутирующий удар, чтобы соперник немножко хотя бы был потрясен. А не видите, за что, за счет чего выиграют эти бойцы? За счет того, что соперник изматывается. И за счет вот функционалка хорошая, что у релиха, что у хитрого. То есть, они могут бить, бить, бить постоянно. Но бьют не очень сильно. И удострачивают соперника за счет, ну, энном количества ударов. То есть, нет такого удар и ударивают. Оппонент упал. Так что, вот такое мое мнение об этих бойцах. Нужно им, особенно Кириллу Релиху, полностью меняться. Сейчас, потому что они поднимаются. Хотя возраст уже, видите, 28-29 лет. И, ну, против топовых бойцов там ничего, конечно, не получится у них. Я так думаю. Если не поменяются. Но меняться, я гляжу, не собираются. Так, дальше. Александр Численко. Это тяжеловес. Что могу я сказать обо ним, друзья? Пока, вот он мне напоминает Кличко. Его вид ведения боя. Он боец крупный, боец высокий. И вот этот стиль, такой, стоячая, работа с дистанцией. Вот это. Ну, это, конечно, не обходит. У него есть все необходимое, чтобы проходить вот этих бойцов, которые, ну, как у него сейчас, которые ниже его роста. Так же, как это делал и Кличко. То есть, работал на дистанции. Дальнее, немножко среднее, опять дальнее. А бойцу трудно по нему попасть, так как выброс руки у него все-таки дальний, у Численко. Поэтому сейчас, пока он легко расправляется с бойцами такого уровня. Этот стиль ведения боя, конечно, друзья, приемлем. Приемлем, пока не попадется боец выше его или, ну, хотя бы как он, или там чуть повыше его. Тогда уже ему будет трудновато, так как он все-таки работает в открытой манере. И надеется на, надеется на быстрый выброс руки с дистанцию и оттяжки назад. У него есть, да, у него еще хороший удар, друзья, жесткий, что немаловажный, что немаловажный. У него есть все, друзья, чтобы подняться до топового уровня у этого бойца. Потому что, еще раз повторяюсь, посмотрите, все бойцы работают в этой же манере, в любительской. Как поведет он себя с тем бойцом, который навяжет какой-то прессинг или, ну, допустим, вот как Ортис, вот тоже на дистанции бьющий боец, тоже мы не знаем. Потому что, вот как мы помните, опять же, давайте Головащенко вспомним. Хвалили Головащенко, вот я лично хвалил. Но когда боец попался, боец попался такого же стиля, как и он, то есть уперлись лбами, помните же, прекрасно. И один, и тот боец, с кем он дрался, блин, фамилию уже забыл, начал работать тоже в ближней дистанции. И все, допустим, и Головащенко не знает, что с этим делать. Пока бойцы были, которые работали в отходе, допустим, Головащенко, да, с ними так же легко расправлялся. Ну, видите, когда стиль в стиль уперлись, все, руки затекли, ударов вообще не наносит, блок ненаработанный, руки поднимает, а не знает, как с ними работать на ближней дистанции. То есть блок предназначен только для того, у него, чтобы 2-3 удара вынести и дальше работать как-то с опущенных рук. И также и здесь Стисленко, если боец попадет с такого уровня, допустим, и повыше, там уже будем, друзья, смотреть, как он себя поведет, потому что это все-таки бойцы растущие. Вот он еще молодой даже, Стисленко. И с каждым боем будет расти, будет делать выводы, так же, как, допустим, Кличко со временем, видите, он как погашал пресек своих оппонентов. Он начал уже клинчевать, грязнить, вязать то, что необходимо. А Стисленко еще, видите, этого не делает. Ну, в принципе, бойцы все мужественные, все бойцы такие хорошие, смелые. Думаю, будут расти, будут делать работу над ошибками. И Кириллу Релиху, вот обязательно нужно меняться, нельзя столько пропускать ударов. Все, друзья, всем пока. Вашу просьбу я исполнил. Бойцов описал. Меня исправлять, друзья, не нужно. Вы обсуждайте между собой в комментариях, кто как считает, что нужно доработать, что не нужно доработать у этих бойцов. Все, всем пока. Подписываемся на Быловую провинцию. Спасибо. Спасибо.